Продолжение следует... Вот и повеселились. Правда ведь? Ну да. Разве нет? Нет? Папа, я есть хочу. Есть? Ну, тут автомат есть. Возьми себе Твикс. Тебе же нравится Твикс? Ну да. Так, номер 23. Сколько там? 23? Два евро. Мелочи нет. У тебя есть? Нет. Да. Дай-ка. Так не надо. Не волнуйся, дочка. Не-не-не-не-не. Сейчас. Папа, перестаньте. Хорошо, продолжаем, продолжаем. Что такое? Подождите. Эй, вы что делаете? А, извините, я просто, я деньги туда засунул, но ничего не выпало. Ну, что вы хотели? Она Твикс хотела. Да. Спасибо. Ваш Твикс, юная дама. Ага, супер. Спасибо, месье. Пойдем? Ага. Я две монетки туда засунул. Все, до свидания. Папа, пойдем. Чего встали? Продолжаем. Вы еще долго? Сейчас. Так, да. Это, 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 это. Все. У вас студия, верно? Да, но она большая. 24 метра. Почти 25. А что? Какая разница? На уме, севавр, разве можно растить девочку всего на 20 квадратных метрах? 24, почти 25. Ну, она же девочка. Ей нужна своя комната, свое место. А если гости придут? Или вы захотите посмотреть телевизор ночью? Бывает же. Я иногда с трудом засыпаю. Ну... Вы понимаете? Что нужно? Ведь она моя родная дочка. Я хочу знать, что сделать, чтобы добиться совместной опеки. Может быть, и пообещать не смотреть телевизор допоздна. Что? Что сделать? Что, переехать? Что, переехать? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Что, переехать? Что, переехать? Федерик Жуф и Мария Лекок. Мадам парфюмер. Фильм Грегори Магне. Привет, Кадер. Привет. Все хорошо? Да. Всем привет. Привет, Марка. Привет. Мне кофе. Ты как? Жанна, тебе месье Деккер, да? Деккер, хорошо. В Швейцарию. Да. Что? Могло быть и хуже. Давай. Гюго. Привет. Гюго. Да. У тебя тут перхоть. О. Все хорошо? Да, а у тебя? Тоже. Арсен, а где мои ключи? Я не могу найти. Ну? Месье, уведомляем, что вы нарушили правила дорожного движения, в связи с чем вам необходимо выплатить штраф. Кому? Мне? Да. Фото показать. Как так? Я аккуратно вожу? Аккуратно? Со штрафом нельзя, ты правила знаешь. Что? Я уволен? Угу. Нет, Арсен, мне нужна эта работа. Я стараюсь не для себя. Ради Леи. Мне нужно переехать для того, чтобы получить опеку. Судья так сказала. А чтобы переехать, мне нужна эта работа. Арсен. Что б тебя, Гийом? Ладно, мадемуазель Вальберг. В одиннадцать будь у неё. Спасибо. А ключи? Пока. Девушки отдыхают. Прибыл, жду вас. Первый этаж налево. Вы хотите, чтобы я... Прекрасно. Маднадзель Вальберг? Отнесите чемоданы в машину. Аккуратнее с серым чемоданом. Хорошо. Нет. Серый, положите на заднее сиденье. Но я аккуратно его положил, как вы и просили. Нет, нет, нет. На заднее сиденье. А вы тогда куда? Девушки отдыхают. Далеко. Вот так. У вас сигареты легкие? Да. А что? Винстон. Да, все правильно. Вы хотите? Вот. Вирджинский табак. А, я этого не знал. Что вы делаете? Никаких сигарет. Ни до, ни после. Вирджинский табак. Вирджинский табак. Вирджинский табак. Хорошо. Дверь не закрывайте, пусть проветрится. И помогите мне сменить простыни. Простите. Они стирают их порошком с галаксолидом, чтобы пахло свежестью, а я его ненавижу. У меня тут свои полотенца и постельное белье. Алло, слушаю вас. Да, добрый вечер. Вас беспокоит из номера мадемуазель Вальберг. Да. Не могли бы вы прислать кого-нибудь, сменить белье, пожалуйста? Да, какие-то проблемы. Не надо, спасибо. Эти уборщицы, как надушиться, не выношу их парфюм. Мадемуазель Вальберг, я шофер. Я ношу багаж пассажиров, открываю им двери, вожу даже иногда. Но я шофер, а не какой-нибудь там меняльщик простыней. Чтобы позвонить на ресепшн, наберите ноль. Гийом Фавор? Да. Ваш босс узнает про ненадлежащие служебные расходы. Сюда немного подтяните. Жду завтра в восемь. Жду в восемь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Они захотят пойти с нами Куда? В пещеру В пещеру? Да Стоп, что, в какую пещеру? Кто они? Там стоят мэр, пара его помощников Еще глава бюро туризма А я не могу работать, когда рядом так много людей А кем вы работаете? Поговорите с ними Ну же Просто, что, что мне, что мне им вообще сказать? Я не знаю Придумайте что-нибудь Идите, я уверена, вы справитесь Идите Давайте Добрый день Сказали, она за холмом Там, возле входа, будут ступеньки Когда будем в пещере, возьмите мой блокнот Зачем? Запишите, что скажу Чтобы я не забыла Добрый день Минерал Землистый, камфорный, отдает мхом Записали? А Минерал, землистый, камфорный, отдает мхом Минерал, камфорный, землистый, отдает мхом А и дубом Дубом? Ну, вы правы Ну, а почему такой запах? Дуб Ирис Ирис Ирис, корни ириса Ирис, корни ириса Ну-ка Да, запах другой Не объясните, чем мы там занимались? Ради удобства туристов Сделали копию пещеры Те же размеры, рисунки такие же Все одинаковое И пахнуть она должна так же Так что моя задача Сделать аромат, похожий на тот, что в пещере Чтобы распылять его там А это возможно? Людям? Нет Мне, да Я нос Нос, знаете, что это? Да Конечно же знаю Держите Они захотят, чтобы вы это вернули Добрый день Добрый Я сам? Нет, нет Можно тогда дизельный? Сейчас Зальете? Нет Вам сигарет? Нет, спасибо Я бросаю курить Одну затяжку Нет Ну ладно Спасибо 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 Черт У вас туалет есть? Спасибо Спасибо Закончили Может уже отпустите меня Спасибо Спасибо В детстве я Каждое лето Я ездила в лагерь Он был на берегу Ла-Манша Этот запах Там в столовой было такое же мыло С кокосовым маслом Обожала его После ужина я ходила мыть руки снова Чтобы аромат остался на всю ночь Можно его купить? Что купить? Ваше мыло Можно вот этот кусочек? Понюхайте Может быть вам новое? Может быть вам новое? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дай сюда! Тварь! Угони самку! Чёрт! Вы чем думали? Нельзя так в драку бросаться! Что-что? А если у него с собой был бы нож? Издеваетесь? Вот твою ж! Он издевается! Держите! Прошу! Вот так! Фух! Стойте! Вы не отнесёте мои чемоданы? О, нет-нет! Нет уж! Курить нельзя! Просто не иди меняй! Сумки донеси! За меня поговори! Как насчёт сказать спасибо? Или пожалуйста? Всего хорошего! Фух! Отстанься от меня! Эй, ты куда пошла? Я всё не закончил! За свалом! А-а-а-а-а-а-а! Отвлекаю? Да! Я заварку выбирала! А-а-а-а! Чай! Отлично! Нальёшь! Открой занавески! На улице красота! Вот именно! Очень плохо для настроения! Сиди днём в тёмной комнате! Одной! Нос в порядке? Да, что с ним случится? Просто спросила! Беспокоиться о тебе тоже моя задача! Твоя задача находить мне работу и забирать 10%! Ну зачем ты так обо мне? Я делаю всё, чтобы найти тебе хорошую работу, а ты вот так... Хорошая работа? Это ты про ароматизаторы для магазинов? За это я браться не стану! А как было в пещере? Темно, холодно, сыро! Как в пещере! Они приглашали тебя на обед! И раз они платят наличными, спасибо, могла бы и остаться! Сколько заплатили? Шесть тысяч? Да нет, пять! Так же договорились? Нет, кажется, на шесть! Ну, раз только кажется... Наличные – это здорово, но... Хочешь ещё сотню? Нет, я не это имела в виду, просто... Тогда о чём ты? Забудь! Давай обсудим работу в пятницу! Что ж, тебе понравится! Это для Биркель! Извините! Да? Это не маловато для десяти лет? А сколько лет вашему ребёнку? Ну, десять! Ну, возьмите побольше! А! Так, покажи! Вроде бы... Он маленький! Да нет, не маленький! Маленький! Всё в обтяжку, видишь? Ну, не знаю... Вытяни руки! Ну вот, вполне нормально! Нет, он маленький, папа! Ну, ладно! Примерь синий! Леа! Леа, тут большой выбор! Найдём, что тебе подойдёт! Вот, взгляни! Свитер! Тебе же нравятся единороги, да? Я просто хотел сделать тебе подарок! Приехали! Леа, сиденье! Аккуратней! Пожалуйста! Не будет ему ничего! Куда в следующий раз? А вот и мама! Да, уже пора! Время быстро летит! Да? Ну ладно, пока, пап! Пока! Целую! Аккуратней! Субтитры делал DimaTorzok Ну и? Я пришёл поговорить о Вальберг. Ну, в общем, кое-что... Она уже уволила троих шофёров. Правда? Да. Я не знал. Ага. Да. Морис не принесли. Серьёзно? Где Морис? Что, Морис? Ну да. Так что там? С Вальберг. А, да, да. Нет, Вальберг... Да, нелегко с ней. Нелегко. Шофёр должен подстраиваться под клиента. Согласен? Да. Тут прошлым вечером телефон звонит. И? Вальберг? Вальберг. У неё рабочая поездка. И она требует тебя. Меня? Да. С чего? Отвезти её надо. Да-да. Просит её отвезти. А я знал, что вы с ней поладите. Ну да, вроде и поладили. Угу. Супер. Так о чём ты перетереть-то хотел? Да ни о чём. Да? Ну да. Ну тогда, пожалуй, доем. Да. Ради Бога. Да нет, я же просила не загружать, а вынести. Здравствуйте. Чё-то я не понял. Ехать до Эльзаса гораздо быстрее на поезде. Мы едем на вокзал. Что? Тогда зачем вам я, если вы едете поездом? Чтобы что, чемоданы таскать? Прошу, забудем наш с вами спор. Мы уже спорим. Не поможете ему? Конечно. С этим осторожнее. Уважаемые пассажиры, вы можете показать горячий шоколад, который будет отставлен к вашему месту. Хорошо, подержать вас. Можно спросить? Почему вы потребовали у Арсена, чтобы сопровождал вас именно я? А зачем вы согласились, если думаете, что я зануда? Выбора не было. У меня десятилетняя дочь. И чтобы получить совместную опеку, мне нужна работа. Вот почему. Так мы будем машину арендовать? Нет нужды. Нет нужды? В смысле, нет нужды. Анна Вальберг. Мадам Вальберг? Да, добрый день. Добрый. Как она успевает? Помочь с багажом? Нет, спасибо. Внимание, уважаемые пассажиры. Прибывает поезд номер 23-17. Просьба встречающих, пройтись. Приятного, вы зато. Нет, нет, не беспокойтесь, я открою. Прошу. Сход там. В ту дверь, да? Да. Пахнет, неважно. Ну что? Кожа была плохо обработана, запах сильный. И крайне неприятный. Да, но можно ли с этим что-то сделать? Мадам Альберг, есть ли способ как-нибудь замаскировать этот запах? Маскировать запах будет ошибкой. Надо понять, с каким ароматом можно его смешать, чтобы запах был не таким агрессивным. Сделать его мягче. Сделать его мягче, как бы более успокаивающим. Каким он и должен быть у брендовой сумки. Непростая задача. Непростая задача. Нет. 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 И в таком виде отправлять нельзя. Вот. Можно вас попросить на пару слов? А? Да. А вы... Вы сможете что-нибудь придумать всего за семь дней? Я-то смогу, но вот моя ассистентка ничего не говорила про сроки. А что такое? Я понял. Хорошо, семь дней, так семь дней, без проблем. Ну, а цена двойная. В смысле двойная? Ровно в два раза. Оплата удваивается за срочность. Двойная. Ты точно предупреждала срок? Да. Вроде да. С этой виной мы можем обанкротиться. Да. Мы можем потерять в сто раз больше, если ничего не предпримем. А это наш шанс. Она профессионал. Ладно. Мы согласны на двойную. Отлично. За семь дней, да? Что на вас нашло? Взбесило их отношение. А какое отношение? Дурное. Я не заметила. Потому что сумки нюхали. Они нуждаются в вас. А вот вы в них не особо. Надо было утраивать. Что, вернёмся? Нет. Нет. Всё, едем. Открыто. Ваш ужин? Куда поставить? Вон туда. На тот. Вот так. Отвлекитесь. Вот, понюхайте. Уже лучше. Это же запах гвоздики, да? Угу. Сильноват. А что об этом скажете? Не знаю. Нет, знаете. Давайте. Закройте глаза. Теперь вдыхайте его. Потихоньку, как будто нюхаете цветок. Не думайте о другом. Нет, я не знаю, что это. Доверьтесь своим чувствам. Нет, дело не в доверии, просто я… Доверьтесь чувствам. Ни о чём не думайте. Вдыхайте. Вот так. И теперь, какую картинку рисует ваш мозг? Ну… Дерево. Ещё воск. Покрытая воском деревянная мебель в загородном доме. Или в церкви. Экстракт натурального мёда. Ну, промахнулся. Нет, это запах воска, но пчелиного. Прочистите нос. Что? Эээ… Просто понюхайте локоть. Вот так. Это называется прочищать нос. Держите. Продолжим. И что? Пахнет мусоркой. Альдегид С10. Это характерная нотка Шанель номер пять. Как правило, он содержится в апельсиновой кожуре. А я и подумал про кожуру апельсина в мусорке. Ну, знаете… Что ж… У вас еда остынет. Спокойной ночи. И вам. Альдегид С10. Не возражаете, если присоединюсь? Нет, конечно же, нет. Прошу. Не нужно. Спасибо. Не утруждайтесь. Может, вам вина? Нет, спасибо. Алкоголь утомляет. Это самое ужасное для моей работы. Даже… Мадам, месье… Какие-то проблемы? Запах. Аппетитный? Нет, нет. Официантка. Она носит жадор. Такие духи. Грасский жасмин. Жасмин самбак. Дамасская роза. Иланг-иланг. И еще от магнолии нотка ванили. Вы что же наизусть знаете составы всех духов? Конечно, не всех. Но этих знаю, потому что я их создала. Вы что? То есть, это вы создали жадор? Не только жадор, да. Кто-нибудь мечтал побывать с принцессой на баллоне? Волшебные праздники помогут устроить вашей дочке незабываемый день рождения. У дочки через два дня день рождения. А я понятия не имею, что подарить. А как вы вместе проводите время? Когда как. В бассейн можем пойти или в магазин. По-разному. Ходим, куда она захочет. Ходите, куда она захочет. Как и со мной получается. Вам стоит сходить с ней туда, куда хочется вам. Показать ей места, где она еще не бывала и то, чего не видела. Это она будет помнить и через 30 лет. А какой-то предмет... Ну... Хм... Уважаемые пассажиры... Продолжается пассажир на скорой площади... ...этотранга... ...этотранга... Ну... ...этотранга... ...музыка... ...этотранга... ...смузыка... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Мне достался очень интересный образец после последней экспедиции. Сегодня предлагаю... Остановите здесь. ...это экспонат поподробнее. Я думаю, об этом будет интересно послушать всем. История Александра. Александра Македонского. Прошу. Вон там, на втором этаже. Видите? Люди на балконе курят. Вы... Вы будете ждать здесь? Да, а что? Да, да, да. Зачем сидеть? Идемте со мной. Не-не-не-не. Спасибо, но мне и тут хорошо. Пустяки. Одним человеком больше, одним меньше. Не страшно. Да нет, я лучше здесь подожду. А станет скучно, так я зайду вон туда. В тот бар. Выпью чего-нибудь. Галстук не снимете? А зачем? А что с ним не так? Нет, ничего. Просто без него будете выглядеть не как... Шофер? Мадемуазель Вальберк. Давайте здесь насы. Я Анна. Анна! Анна! Я уже думала, не придешь. Прошу. Это книга. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Познакомьтесь, это Гийом Фавр. Гийом, это Жанна, моя ассистентка. Очень приятно. Прошу. Проходите. Проходите. Анна. Анна! Анна! Анна, там какой-то парень вас зовет. О, нет, отвернитесь. Почему? Я не хочу его видеть. Поговорите со мной. Что? О чем говорить-то? Я не знаю. Просто поговорим. Поговорим о том, о том, как у меня прошел день, например. Хорошо. Ну и как прошел день? О, хорошо, хорошо. А ваш? О, тоже хорошо. Я много успела. Ясно. Привет. Сколько лет? Все отлично? Конечно. Пойдем, представлю тебя. Вы же не знакомы? Нет. Идем, познакомлю. Давай, не жми, сидел. Время не ждет. Ну как? Да так. Вы с ней давно знакомы? А, пару недель. Значит, недавно. Что ж, я за ней рада? Ее обычно никуда не вытащишь. Сидит духами, обставится. Ни с кем не верят. Ну да, есть такое, да. Но, видимо, решилась в честь моего дня рождения. Ну... И благодаря вам? Нет, нет, вряд ли дело во мне. Просто она очень хотела вас поздравить. Очень. Пойдемте, покажу вам кое-что. Мне нравится, как она держит руки. Как дела? Привет, можно? Да. Это в период ее славы. Она только начала работать на Диор. Ей предлагали состояние, чтобы создавать парфюм. Что, серьезно? Да. А что, что случилось? А, вот ты где. Мы тут разглядывали твой портрет. Зачем ты ему показала? Что ж, ты же весь день не ел, да? Ну, я... Да. Пойдем, перекусим. Ты идешь? Да. Прошу простить. Пойду немного поем. Еще увидимся. Конечно. Я знаю ее много лет, но она со мной никогда по душам не говорила. А с вами всего пять минут, и она уже берет вас за руку и устраивает экскурсии. Ну что, едем домой? Ну, даже не знаю. А что, хотите поехать в отель? Да я пошутила. Вот, видите, даже когда я пытаюсь пошутить, то... Просто никто не смеется. Знаю, это не смешно. Почему вы перестали делать парфюм? Что ж, прошу. Доброй ночи. У меня был контракт с крупной американской компанией. Я стала их лицом. Хотели так подстегнуть продажи. Присылали ко мне фотографов, съемочные группы. Но я не люблю журналистов. И всю эту суматоху. Я начала терять свой нос. Постепенно. Эпизодами. А потом насовсем. И что же вы сделали? Я договорилась об осмотре у специалиста. У доктора Баллистера. Но я не решилась к нему пойти. Я боялась того, что он скажет. И что это все всплывет. Я сделала вид, будто все хорошо. Я подумала, что с моим опытом я смогу смешивать запахи и без носа, по памяти. И сработало. Первый раз, второй. Но в третий раз все кончилось провалом. Контракт разорвали. Меня уволили. Я уехала из Парижа на три месяца отдохнуть. И он вернулся. По щелчку. Вернулся. Но было уже поздно. Мир парфюмерии тесен и завистлив. После такого тебе перестают звонить, перестают отвечать. Доброй ночи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Какой же тот кот? Узнала кое-что про ту фабрику. Это их самая большая фабрика. Работает днём, работает ночью, целые сутки напролёт. Но трубы там дымят, а дым пахнет. Местные протестуют, хотят её закрыть. Если найдёшь решение, нас ждёт огромный гонорар. Может, скажешь хоть слово? Супер! Я надрываюсь, ищу работу, а ты всё нос воротишь. Хоть да, скажи, хоть к чёрту пошли, но не молчи. А если я вернусь к духам? В смысле? Если снова займусь парфюмом, ты поможешь? Послушай, я лишь советую, как лучше. Эта фабрика может не самое гламурное место, но там можно сорвать куш. А после этого можешь взять перерыв и потом... Мне перерыв, я хочу делать парфюм! Адеколоны, дудухи, туалетную воду, свой парфюм! Слишком рано. Почему же рано? Четыре года. Четыре года я занималась дезодорантами, ароматизаторами, кошачьими туалетами, сиденьями для машин. Достала! Знаешь, что бывает, когда я говорю твоё имя? Знаешь, что мне отвечают? Анна, займись фабрикой. Дай мне время, и я найду что-нибудь стоящее. По крайней мере, попытаюсь. Напоминаю, что я не знаю. Я про газонокосилку. Я к чему. В детстве мы жили на небольшом холме. И по субботам мой отец триггазон, как и все соседи. И газонокосилки тарахтели со всех сторон. И еще вспоминается запах. Этот запах травы, свежескошенной. Обожал его. То есть не сама газонокосилка напоминает об отце. В свежескошенной траве сложнее защититься от травоядных насекомых. И для защиты каждая травинка выделяет особый энзим. Хищные насекомые чуют, прилетают и съедают травоядных насекомых. Так что запах скошенной траве придает эти энзимы. Это запах свежей крови. Там в комнате большое окно. Ты про фотку с каким-то мужиком? Это риэлтор, то есть сын его. Окна выходят на запад. И правда там очень красиво. Лео, да. Ну, что ты думаешь? Пап, мне нужно идти. Мама зовет. Целую. Извините. С дочкой разговаривал. Я квартиру нашел. Я-то думал, что она будет рада, но эмоции мои. Добрый вечер. Добрый. Вы уже выбрали? Я, пожалуй, возьму телячью печень. Нет, или утку. Нет, банально. Нет, салат «Цезарь». Вот. А вам? Извините, а мне телячью печень. И по бокалу белого. И еще бутылочку воды и без газа. Хорошо. Спасибо. О блю. У официантки духи о блю. Дешевый экстракт цитрусовых. Слегка едкий. Так себе. Идеальный пример полнейшей безвкусицы. Моя жена их носила? Ну, прости. Она брюнетка? Кто? Официантка. Или блондинка. Ну, я не видела. А к чему вопрос? Она пришла. Вы выбрали, заказали, она записала. Но вы сидели, уткнувшись носом в меню. Даже ни разу не подняв голову и не взглянув. Люди не только запах. Вы понимаете? Вон она как раз идет. Спорим, вы не скажете даже двух слов. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста. Два. Спасибо. 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 Искатели приключений Прошу, мадмуазель. Извините. Привет, чего желаете? Ай, советую. То же, что и девушкам, пожалуйста. Махита, сейчас будет. Мадмуазель, Вальберг. Мадмуазель, Вальберг. Извините, вы не могли бы открыть дверь? По-моему, нужна помощь. Спасибо. Мадмуазель, Вальберг. Вот черт. Мадмуазель, Вальберг. Анна? Вы как? Как вы вошли? Вы не отвечали, я просил открыть дверь. А, будильник выключите. Отвратительно. Что с вами? Который час? Уже половина девятого. Нам с вами уже надо выезжать. А вы, а вы еще не готовы. Надо же собрать постель. Да оставьте, я все сниму. Уверены? Угу. Точно? Уйдите, я переоденусь. Только быстро, мы опаздываем. Стойте, там на столе, это как его? Что? Блокнот, в нем записан номер мужчины из фабрики. Позвоните и... Так, нашел. Да, найдите номер, позвоните и скажите, что мы задержимся. Вам точно помощь не нужна? Нет, не надо, не надо, идите. Ладно. Подождите. Да? Принесите мне сюда кофе, пожалуйста. Хорошо. Большое спасибо. Фуф. Что чувствуете? В смысле? Чем тут пахнет? Тут воняет. Да, я понимаю, но чем воняет? Чем? У меня голова кружится немного. Не знаю, может, это усталость. Мне нужна помощь. Чем пахнет? Вы не... Пахнет... Чем же? Тут пахнет тухлыми яйцами? Канализацией? Больше тухлыми яйцами или канализацией? Ну, яйцами. Сероводород, значит. Чем еще? Чем еще? Клеем. Да. Клеем для обоев каким-то, ну, представляете? Бензальдегидом. Бензальдегидом? Непростая задача будет. Почему? Потому что мы на воздухе. Мы же на улице. Даже если воздух будет пахнуть зефиром, люди все равно будут жаловаться. Воздух не должен ведь пахнуть зефиром. И что тогда делать? Я скажу им. Я скажу. Я скажу абола. Пока. Белый телефон. Бензали. Бензали. Тbeltноеgebaut. Что вы делаете? Я ничего не чувствую. Вы же не собираетесь открывать их все? Я ничего не чувствую. Но? Еще утром я немного чувствовала запахи, но сейчас ничего не чувствую. Опять это, опять случилось. Опять это. Может, вы просто устали или же перебрали вчера? Эй! Можете дать мне запить? Вот. Что это? Да так, чтобы поспать. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Данный разговор будет записан Вам известно, она чем-нибудь болела? Я ничего не знаю, вот вы спрашиваете, но я... Сколько ей лет? Я не знаю Кем вы приходитесь? Я ее шофер Повторите Я ее шофер Понял Сейчас скажу, куда вам ее отвезти Спасибо И поторопитесь Понятно Проклятье Все хорошо Она в норме Продолжение следует... В службе Сказали поторопиться Я так и сделал Я буду это оспаривать Я все объясню 180 километров в час Ну ведь можно же кому-то объяснить, что я спасал человеку жизнь А остальные девять Девять чего? Девять штрафов, когда ты никого не спасал Ну... 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 Девять штрафов, когда ты никого не спасал Ну... 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 Здравствуйте Здравствуйте Так и знал, что однажды я еще что-то о вас услышу. Ведь тогда я миллион статей о вас прочитал. Для такого, как я, помочь человеку вроде вас, разумеется. А вы кто? И почему я здесь? Передозировка Маверикам тысяча. Видно, поспать хотели. Надеюсь, выспались? А на СМИ я. Это значит потеря обоняния. Вы знаете, это уже случалось. Вы ко мне тогда обращались, и я вас ждал, пока вчера не узнал про вас. Я доктор Баллистер. Ваш шофер вчера со мной связался. Сказал, где вы. Я пришел, чтобы больше вас не упустить. С лечением или без него Ана СМИ всегда возвращается, когда нос и мозг решают не работать вместе. Иногда мы можем определить причину их разлада и попытаться решить проблему. Но когда не можем, то пытаемся показать им, что вместе они многого добьются. Прямо как вы и я. Если вы согласны. Да. Отлично. Оп-ля. Почти. Учительница попросила, чтобы к концу триместра мы позвали родителей рассказать о своей работе. Сможешь прийти? Лучше маму позови. Она в том году была. И она сказала, что лучше позвать тебя. Вот как? Угу. Так и сказала? Угу. Ну, ты придешь? Я подумаю. Я тут тоже думала. О чем? О чем ты там думала? Ну, будет у тебя квартира. И буду жить то у тебя, то у мамы. Круто. У меня пара подруг тоже так делают. И их все устраивает. Так что вот так. Ты что, не рад? Конечно, я рад. Точно? Папа, ты не рад? Я рад, солнышко. Просто с квартирой у меня пока что ничего не получается. Почему? Ну, потому что хозяин пока не сдает. И пока никак, да, пока не получится. Плевать. Квартир же хватает. Еще какую-нибудь найдешь. Не важно, что это займет время. Мне страшно. Иди сюда. Иди сюда, дочка. Я люблю тебя. Как же тут стрёмно. Зато люди добрые. Все равно стрёмно. А Балистер? Он неплох. Вполне неплох. Тоже очень-очень добрый. Что сказал? Чтобы я старалась не думать об этом, чтобы это не превращалось в навязчивую мысль. Через три дня меня выпишут, и мне нужно будет отдыхать дома и ждать, пока Мюх вернется. Ждать, пока не вернется? Да он прямо гений. Жанна. М? А Баня не вернется. И я снова буду делать парфюм. Я вернусь в парфюмерию. И без твоей помощи. Ты? Да что с тобой такое? Таблеток наелось. Мне это нет. Мне нужна тишина и спокойствие. Мне нужно многое обдумать. Просто единственная вещь, единственная вещь, которая тебя интересует, это когда вернется мое чувство обоняния, чтобы можно было снова делать на мне деньги. я буду делать на мне деньги. Я не знаю, что я не знаю. У меня один старый друг, он ногу сломал. Так что ему нужна будет замена. И там водительские права не нужны. Здравствуйте. Привет. Привет. Значит, это ты друг Арсена? Да. Я тоже, Ранио. Гийом. Пойдём, сейчас покажу. Давай. Пошли, давай. Не знаю, сказал ли Арсен, эта машина из 70-х. Но не переживай, легко освоишься. Это я гарантирую. Что ж, идём. И мотор тоже в прекрасном состоянии. Вот она, зверюга. Кубота. Кубота. Да не в бок смотри, а прямо, прямо. Давай, давай. Вот. Вдыхайте. В течение 10. Вдыхайте. 10 минут. Дважды в день. Дважды в день. Да. По 10 минут. Прошу выбрать знакомый вам аромат. И пробовать нюхать его от двух до трёх раз в день. Ну, запах всего один. Чтобы пока не перенапрягать тысячами разных запахов. Угу. Без толку. Да, конечно. Всего один. Один любой аромат. Угу. Любой. Угу. Понятно. Любой запах. Но лучше, лучше тот, который вам нравится. Ну, да. Так же приятнее? Согласна. Можете, скажем, оценивать по шкале. От нуля до пяти, например. Ноль, значит, запах не чувствуется. Один очень слабо. Два получше. Три еще лучше. Ну, а пять это идеально. Именно. Все верно. Пять идеально. Угу. От нуля до пяти. Хорошо. Отлично. Все ясно. Я оставлю вам контакт. Вот моя... Здесь написан мой номер телефона. И будем говорить каждый день. Каждый день? Да. Это важно. А там внизу вас ждет шофер? А, нет. Нет, нет. Я не дозвонилась. Вот как? Увы. Я вызвала такси. А, такси. Ясно. Такси это практично. Верно. Да, практично. Такси это. Опять. Может быть, у меня. А, такси. А, такси. Хороший день. Такси. Как такси. Как такси. А? Как такси. А, такси. А, такси. Субтитры сделал DimaTorzok Вот он и поторопился. Субтитры сделал DimaTorzok И как? Ваш нос? Уже лучше. Правда, совсем немножко. Патрик думает, вернуться в норму он должен уже скоро. Патрик? Доктор Баллистер. Спасибо, что связался с ним. Патрик. Я тренируюсь вот на этом. Единственный аромат, который можно нюхать. Я вернусь к парфюму. Правда? Поможете мне? Я? Чем я помогу? Правда, нет? Это совсем не важно. Ведь всегда найдется много других важных дел. Искать поставщиков экстрактов и следить за закупками. Погоду, наконец, проверять. Это очень важно, потому что... Вот будет на Мадагаскаре ураган, и цена на ваниль взлетит. Попросили бы лучше того, кто в деле. Так будет лучше? Просто... У вас дар, Гийом. Вы в это не верите, но это так. Дар? Такой одаренный, что вон весь день и стригу газон. Дар. Вам нравится эта работа? Нравится работать по чьей-то указке? Ах, да, запах скошенной травы на газоне. В нем дело? Ну, раз уж мы про газоны, те дома возле ванильчей фабрики, знаете, что у них общего? Нет, что? Газоны. Ведь летом, когда ветер сдувает все плохие запахи с завода в сторону домов, то вот от скошенной травы все энзимы, про которые вы говорили, они останутся там. Так что, если вы найдете что-то такое, чтобы смешать с сероводородом, чтобы при этом получался запах скошенной травы, то, в общем, это сможет решить проблему. Я не знаю. Цизгексентриол. Или лифором, к примеру. Триплаль. Триплаль? У Триплаля тоже такой зеленый травянистый аромат, но полнее вроде как. Понял. Да, полнее. Он пахнет скорее, как альпийский лук. Как в Швейцарии или же в Тироле. Понятно. Да, я понял. А кто тот мужчина? А? Это Раню. Раню, знакомься, мадам Вальберг. Мадмуаза. Нет, не напрягайтесь, не надо, не надо. Нет, мимо пролистал. Мимо пролистал. Нет, вот он. Нет, нет, нет. Да-да, он. Точно, это он. Ну вот. Ах да, просто перепутались. Как-то так. Это он. Мой новый трудовой договор. И еще. Вот и он. И аренда. Это квартира. Мой новый адрес вот здесь. Давай. Теперь я живу рядом со школой дочери. Прекрасно. Для начала дашь понюхать цитрусовые. Три аромата. Потом цветочные букеты. И закончишь на древесном. Да, только их это не заинтересует. Да брось. Им понравится, я уверен. Я это чую. Что мне сделать? Оставить его? Кого? Калстук. Ладно, сниму. Так хоть буду. Ну все. Ты как хочешь, а я пошел. Им ведь не ты будешь интересно, а твой парфюм. Начну с древесного. Потом покажем цветочные, а закончим цитрусовыми. У вас на партах должны лежать по два блоттера. По два блоттера, проверьте. И по два флакона. Один флакон справа, в нем экстракт корицы. Для чего используется корица? Для разной выпечки. Верно, для выпечки. Молодец. А в другом флаконе там экстракт лимона. Что ж, макните туда свои блоттеры, вот так, и немного покрутите у себя перед носом. Чем пахнет? Колы. Все верно, именно так получается аромат колы. Это задача носа. Нос это такой человек, который смешивает запахи, чтобы создавать ароматы. Иначе говоря, духи, которые по-разному пахнут. В этом заключается его работа. Месье. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Мадам Парфюмер Фильм дублирован компанией Akimba Production в 2020 году. Режиссер дубляжа Максим Гвофов, звукорежиссер Алексей Клемась. Роли дублировали Юлия Японская, Александр Коврижных, Алексей Войтюк, Ольга Мешкова, Татьяна Абрамова, Антон Эльдаров, Глеб Глушенцов, Григорий Шевчук, Людмила Ильина, Александр Новиков, Екатерина Кабашова и другие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok